Площадь Шотле Просто крути головой, все увидишь. Вон Эйфелева башня, через мост, через сену, консьержери, чуть поодаль, собор Парижской Богоматери. На самой площади два театра. Собственно, Шотле, крупнейший во французской столице, и Дель-Авиль, один из престижнейших. К чему вся эта географическая справка? Очень просто. Дело в том, что зимой 2019-го площадь Шотле с обоими театрами, французами, отдана. Париж впустил в себя Дау Ильи Хоржановского. Самый амбициозный, кинематографический, а может и вовсе культурный. Проект 21-го века. Бюджет, по слухам, 70 миллионов долларов, но никто не удивится, если окажется гораздо больше. 400 героев, от рецидивистов до нобелевских лауреатов, всемирно известные художники, музыканты, перформеры, тысячи статистов, 120 квадратных метров декораций в Харькове, 13, как минимум, фильмов, 700 часов зафиксированного на пленку материала, еще раз 700 часов пленки. Никто в истории кино даже не пытался сделать что-то подобное, а он вот сделал. Режиссер Илья Хоржановский, словно диктатор, принимающий парад, выходит на балкон театра Шотле и оглядывает владение. Итог 13 лет работы. Вернемся к началу. 2005 год. Об Илье Хоржановскому известно прежде всего то, что он – сын известного советского мультипликатора Андрея Хоржановского. Дебют молодого режиссера «Фильм 4», в котором одну из главных ролей сыграл Сергей Шнуров, путешествует по фестивалям. Успех, правда, не очевиден. Призы в Арпердаме, Сиэтли, Буэнос-Айресе и провал, например, в Венеции. Илья Хоржановский «Фильм 4». Ужасный фильм. Я с него ушел, если честно. Я хотел найти режиссера и наорать на него. Это категорически неприятное мне кино. Видимо, в разъездах по фестивалям Илья Хоржановский читает книгу «Вдовы Льва Ландау. Коры Ландау». Скандальные мемуары, как мы жили, переполненные интимными подробностями бытоведущих советских физиков. Больше всего Хоржановского в книге поражает контраст между тотальной политической несвободой и сексуальной раскрепощенностью героев. Он решает экранизировать мемуары и начинает собирать команду мечты. Автор сценария – живой классик Владимир Сорокин. За камерой – оператор Фазбиндера и Ханеке Юрген Юргенс. «Сказали, что вот есть такой молодой русский режиссер Илья Хоржановский. Он собирается снимать фильм и хотел бы обсудить возможность моего участия. Мне дали сценарий Владимира Сорокина, невероятно интересный, отличающийся от всего, что я видел прежде. И, конечно, меня впечатлил сам Илья. Он горел этой идеей, настоящий харизматик. Так что я просто согласился». Тут же формируется актерский костяк, проходят кастинги на главную роль самого Ландау. И приглашен греческий музыкант Теодор Курензис. Локации в Петербурге, Москве, Харькове. Первое время история развивалась по сценарию, а потом свернула. «Я не мог играть сценарий. Я Илюше сказал, если нужно по сценарию играть, если хочет Гамлета, тогда нужно взять актера, а не Теодора». Мы начали снимать по сценарию. Первое время мы двигались строго по тексту, а потом я заметил, что Илья начал меняться. «Я, к сожалению, являюсь таким, как я являюсь, к сожалению. И, естественно, фильм – это не то, что я есть, это немножко другое. То есть это я и не я. Но когда актер играет, это совершенно не он. Он погружается в какой-то чужой характер. Здесь это нет». Было понятно, что Илье уже неинтересно сделать просто один фильм, но совершенно не ясно, что именно он хотел сделать. Он вступил на путь поиска. И когда мы добрались до той части сценария, которая касалась института, Илья решил просто построить его. Тут стало окончательно ясно, что мы переходим к чему-то гораздо большему. Гораздо большее требовало соответствующего бюджета. Проект Хржановского очаровывает миллионера Сергея Адоньева, который позже проявит себя в качестве спонсора электротеатра «Станиславский» и предвыборной компании «Ксении Собчак». Реальными становятся любые фантазии. «Изначальная идея была снимать тех же самых интерьеров, которые связаны с жизнью нашего героя, но когда я все это смотрел, стало немножко грустно. Потому что менять розеточки, вилочки, быть таким аккуратненьким, вежливеньким, не так интересно. И в какой-то момент мы что-то обсуждали-посуждали и подумали о том, что а может построить все-таки этот мир главного героя? Ну потому что просто интересно». Под Харьковом строится настоящий физический институт. И кажется, в этот момент фильм перестает быть фильмом. Хржановский решается на эксперимент, эдакое реалити-шоу в эстетике тоталитаризма. Парк советского периода. Серп, молот, мозг. Больше нет актеров, все играют самих себя с поправкой на время. Съемочная группа тоже в костюмах эпохи. Любые помещения, даже те, в которых никогда не заглянут камеры, оформляются с невиданной достоверностью. На художественный фильм не нужно, чтобы трусы были в 30-х годах. Когда никто не увидит, да, и носки, и, не знаю, кабели этой сцены, они были проводки, были в 30-х годах. Это больше создавается этот утопический мир, чтобы мы начинаем немножко больше понять того, кто мы есть. Ежедневно, вне зависимости от того, будет съемка сегодня или нет, будет съемка через неделю, чтобы абсолютно все выглядело натуралистично, так, как оно изначально у нас было задумано. Не только для того, что съемка может начаться в любой момент, мы об этом могли и не знать, что она начнется, а именно потому, чтобы герои чувствовали себя комфортно. Шаг за шагом Илья начал понимать, что он не хочет работать как над обычным фильмом. Мы отказались от кинематографического освещения, от стандартного метода построения сцены. Я прятал огромную камеру под черной тканью, чтобы она не смущала героев. Актеры уже не играют, они живут в институте, на входе сдают все гаджеты и предметы нового времени. Да они и не актеры никакие. Настоящие, ученые, бездомные, порноактрисы, уголовники, художники, музыканты, перформеры, бывшие КГБшники. Каждому человеку, значит, давалась легенда, которая смешивалась, что я из себя представляю, допустим, но перенесенный, допустим, там вот в 48-й год или там в 49-й год. У меня было там, у кого я учился в консерватории, чуть ли не у Политова Иванова там и так далее, все это надо было точно знать, потому что все проходили через отделы КГБ, там надо было отвечать грамотно, потому что за неграмотность там могли и посадить. И там карцеры были, в общем, ну, в общем, короче говоря, все по-настоящему. Я потом узнал, что один из моих лаборантов писал доносы. Ну, в принципе, об этом можно было бы догадаться, конечно, да. Вот как проходил рекрутинг. Алексей Блинов занимается сай-артом, художник, широко известный в узких кругах. Он работает с высоким напряжением, лазерами, научными феноменами. Он шел себе по Лондону, и тут звонок. Приглашение в Харьков на Дау. Предложение, от которого не отказываются. Я много лет работаю со всевозможными физическими феноменами. Ну, и, соответствующим образом, позиция начальника экспериментального департамента Мифического института физики, так сказать, dream come true, что может быть более соответствующим и более привлекательным, конечно. То есть ученые действительно работали, ставили опыты, совершали открытия. Некоторые из объектов, которые я собрал в лабораториях института, вели себя довольно одиозно. Некоторые легенды из истории науки мне показались не совсем легендами. Музыканты, в свою очередь, писали музыку, давали концерты. Люди влюблялись, ненавидели друг друга, ссорились, занимались сексом, реальным. Конфликты доходили до драк, реальных. Тоталитарный театр определил быт. Если унижение, то всерьез. Если насилие, то настоящее. Съемочная группа могла зайти в любое помещение в любой момент, и герои не обращали на нее внимания. Я до сих пор не знаю, как это сработало. У нас практически не было актеров. И я точно так же поражался на съемках, как и вы при просмотре фильмов. Поражался тому, как люди могут начать действовать в кадре. Они игнорировали наше присутствие. Хотя комнаты, в которых мы работали, отнюдь небольшие, и сложно было нас не заметить. Каждый участник на входе подписывал договор. Добровольное согласие на эксперимент. Людей предупреждали, что внутри может случиться все, что угодно. Выйти из проекта разрешат. Вернуться ни в коем случае. И люди соглашались. Да, это описание параллельных миров. А там мы согласаемся жить, чтобы перестать бояться. Вообще, это не может быть такой психоаналистический процесс. То есть, вместо того, что убегать от твоих страхов, соглашается побыть с ними. И понять, как зарулить. Понять, как быть с ними. Такое behavior. Это лечение поведения своим страхом. Я когда-то давно, 13 лет назад, снималась в порно. Да, мне просто было интересно, что это такое. Ну, то есть, знаете, это интуитивно так, на самом деле. Мне предложили, и я подумала, почему бы и да. То есть, ну, вот узнать, познать тело, узнать, познать, в чем, на самом деле, можно получить удовольствие. Ну, я интересующийся человек. Потом точно так же мне предложили, на самом деле, в дау. Да, я так интуитивно подумала, да, это ведь эксперимент, и все может произойти. Я согласилась на жизнь здесь, в институте. Я вступила туда, я понимала, что это будет что-то колоссальное, что это будет отличный проект. Потому что я увидела масштаб, и о как сложится моя жизнь, я совершенно не знала. Она там, я просто ее прожила там. Первое время я чувствовал себя очень странно. Но шли недели, и мы интегрировались в проект. Кроме того, когда ты смотришь происходящее через видоискатель, это совершенно другие ощущения. С одной стороны, ты просто наблюдатель. С другой, я начал ощущать себя одним из них. Все, что происходило, жизнь, наша общая жизнь. Я участница проекта, это точно. Я участница этого эксперимента, эксперимента над собой, над людьми, над искусством. Я считаю, что это так. Изредка из института приходили новости. Были написаны пара репортажей. Но что именно там происходит, во внешнем мире никто толком не понимал. А незадолго до парижской премьеры европейская пресса активизировалась. В газете «Лемонт» выходит один из самых больших материалов в истории издания. 35 тысяч знаков о том, что такое «Дау». Через несколько дней на Кино ТВ выходит русский перевод текста. «Лемонт» пишет о том, что происходило в кадре и за кадром. Реальный отставной тюремщик, сотрудник спецслужб, насилует бутылкой девушку Наташу, которая, в свою очередь, потом избивает коллегу, ту самую Ольгу Шкабарня. Исполнительница роли Коры, ставшая в фильме «Норой», спит с автором песни «Белая старикоза любви» Николаем Вороновым. Неонацист Тесак издевается над американским художником Эндрю Андрежаком, ассистентом Марины Абрамович. Список можно продолжать. Мы пытались разобраться в «Дау», насколько это возможно. Мы рассказали о хороших сторонах проекта, ведь во многом это очень впечатляющее искусство. Но, кроме того, мы ведь изучали сложные грани проекта, пытались понять и их. Мы проверяли каждый факт, понимая, что это необходимо. В «Дау» текст «Лемонт» называют абсолютной ложью и вроде даже собираются подавать в суд. То есть даже в истории с избиением Ольги Шкабарня, у самой участницы конфликта другой взгляд на произошедшее. Она меня периодически бесила, но вот когда мы с ней подрались, да, то есть, знаете, как вышло просто все. Просто на самом деле мы с ней после этого как-то даже лучше стали общаться. Мы спросили, а что, если драка зашла бы слишком далеко? Далеко, значит, до конца. Я думаю, что Илья бы это остановил. В Москве, на самом деле, где-нибудь на окраине тоже точно так же могут убить, ограбить. В жизни все может быть. Возьмем Фассбиндера. На самом деле это очень схожий подход к кинематографу с поправкой на масштаб. Но он тоже настаивал на правдивости происходящего. И порой это было очень тяжело. Порой актерам приходилось ломать себя. Если честно, я никогда не чувствовал себя комфортно на съемках. Ни на каких. В Дау претензии к цитатам Лемонт. Журналисты настаивают, что каждая строчка – правда. Каждый факт подтверждался минимум тремя источниками. И они готовы к суду. Мы говорили с людьми из Дау и с теми, кто не смог перенести этого насилия. Но это оказалось непросто. Дау – умный проект. Методы работы над ним – секретность. У них отличные юристы, которые составили очень хорошие контракты с сотрудниками. И в этих контрактах был пункт о запрете общения с прессой. Нам пришлось непросто при работе над материалом, потому что многие люди просто не имели права или не хотели разговаривать с журналистами из-за этого договора. У нас было соглашение. Не только у меня, но у каждого в институте с Ильей. Если происходит что-то, с чем мы не можем мириться, мы выходим из проекта. Мы условились о спецсигнале. Посмотреть в камеру. Если герой смотрит в камеру, значит, мы немедленно заканчиваем снимать. Для меня этих этических вопросов нет ответственности каждого. Как он далеко может зайти? Все на добровольных каких-то моментах. Да, тут бывали, что игра заходит слишком далеко, в общем, да, но это уже, как сказать, проблема тех, кто ее играет, и вопрос азарта тех, кто играет. Для меня, как для директора театра, соблюдать этические моменты – это работа. Но я посмотрела фильмы, и я увидела актеров, которые свободны в своем выборе. Они согласились на это по доброй воле. Они сами принимали решения, они говорили те слова, которые считали нужным говорить. Это их личные истории, в которых они, поверьте, куда свободнее, чем обычные актеры из американских блокбастеров, где у них есть сценарий, где им приказывают, где встать и что говорить. Пиар-стратегия Дау ничего публично не опровергать, ничего не комментировать. И из-за тотальной секретности история только полнится слухами. В публикациях появляется информация о сотнях жертвах проекта. Якобы даже Юрген Юргенс покидал проект из-за этических разногласий с режиссером. Сегодня он признается, что действительно уходил, но из-за разногласий эстетических, а потом вернулся. Когда я понял, что мы перестали снимать фильм, когда были построены все эти помещения, замечательные, очень детализированные, но они не были предназначены для съемок, очень темные, очень глубокие. Так не работают в кино. И я решил уйти, сказав, впрочем, окей, я помогу найти тебе хороших ребят. Я приглашал специалистов из Германии, Польши, Франции, из Голливуда. Все они начинали с энтузиазмом, но довольно быстро говорили спасибо, всего доброго. И потом мне пришло в голову, как решить вопрос со светом. Тогда я решил вернуться и попробовать. Вопросы, впрочем, остаются. Почему все остальные операторы не согласились участвовать в величайшем проекте в истории? Почему Леонардо Ди Каприо или Луи Горрель отказались озвучивать героев? Или Ханна Шигула? И как на эти отказы реагировал сам Хржановский? Вот цитата из «Все того же Лемонт». Любимая актриса Фазбиндера Ханна Шигула в начале так воодушевленная проектом покинула показ Наташи. Название одного из фильмов. «Я не хотела видеть, как эту женщину, Наташу, мучает КГБ. Я не могу этого позволить. Эта женщина страдает на самом деле», кричала она на режиссера. «Да насрать, она всего лишь проститутка, которую я нашел в БДСМ-борделе», ответил Хржановский. «Конечно, я не слышал этих слов от него. Он никогда не сказал бы ничего подобного иностранному журналисту. Но я поговорил еще с двумя персонами, кроме этой актрисы, и они сказали мне примерно то же самое». В такой атмосфере открывался Дау. Десятки обвинений, невероятные истории со съемок, международный ажиотаж. Париж заклеен черно-белыми афишами. Порой с прекрасными, а порой с пугающими лицами. Итак, давайте зафиксируем этот момент. В 2019 году в центре Парижа русский арт-проект рекламирует с афиш неонацист Максим Тесак Марцинкевич, прямо сейчас отбывающий 10-летний срок в «Матросской тишине». Тесак в Дауне Диковинка – один из важнейших персонажей вселенной. По сюжету он возглавляет группу амбициозных спортсменов, на которых ученые исследуют возможности человеческого организма. Все свои ультраправые идеи он, не стесняясь, проговаривает в кадре. Буфетчицы и физики слушают. Он нас пугал, он нас пугал, но я его не боялась. Он меня раздражал, на самом деле, тем, что он пришел в наш дом, где я прожила долгую жизнь, и начал там, так сказать, хозяйствовать. Ну, то есть они там… Ну, да, мне он, правда, не нравился, да, то есть, но… Но в итоге именно им, спортсменам Тесака, КГБшника Жипа, дает задание этот институт, погрязший в пьянстве и разврате, разрушить. Все, кроме свиньи, выросшей на институтской фирме, умрут понарошку, животное зарежут в кадре. Финал проекта – уничтожение, возможно, самых грандиозных декораций в истории кино. Останется, собственно, только сам Тесак со своей бандой строить новое общество. То общество, в котором мы, видимо, теперь и живем. Самый, наверное, тяжелый момент для меня был в конце, когда институт… Всегда всему должен быть финал. И поэтому мы просто готовились к этому финалу. Конечно, когда мы его разрушили, я на два дня свалился с температурой. Когда все отпустило, да, этот этап жизни прошел, свалился с температуры, пересмотрел всех Симпсонов под это дело, и стало легче. Как они уничтожают этих ангелов? Тоталитарный режим, например, который, Советский Союз в 30-х годах, проблем это не было жить. Вообще проблем не было жить. Проблема это было бы жить, сохраняя свое человеческое лицо и достоинство. И так еще раз Париж и вся Европа заинтригованы. Материалы Адау занимают первые полосы газет. Кажется, приближается нечто небывалое, нечто огромное. Изначально все были очень воодушевлены. В первую очередь киноманы. Поймите, это нестандартная ситуация, когда человек, о котором мы толком ничего не знали, чей предыдущий фильм не имел проката во Франции, приходит как будто из ниоткуда с огромным проектом и получает поддержку трех ведущих культурных институций Парижа. Театр Шотле, Театр Деля Вилли, Центр Помпиду. Мы понимали, что происходит что-то очень важное. Илья Хржановский в это время впервые за долгое время начинает активно общаться с журналистами. Правда, так, как журналисты не привыкли. Что-то комичное было во всем этом. Мы могли встретить Илью в театральном фойе, и он выглядел как недоступный гений. Мы не понимали, можем ли мы к нему обратиться, заговорить. Нам приходилось отправлять и отправлять новые запросы на интервью. В итоге оно произошло уже в самом финале нашей работы. За пять дней или неделю до публикации. Мы встретились с ним на целых четыре часа, но его условием было не делать пометки в блокноте и не включать диктофон. Конечно, это не лучший способ провести интервью, именно поэтому в статье практически нет цитаты Ильи. Мы печатали только то, в чем были уверены на сто процентов. Французам свойственно сомневаться. Поэтому, когда все вокруг кричат «Илья гений», мы хотим уточнить, а почему вдруг? Что важного он сделал? Мы ничего не слышали о нем. Он точно гений? Давайте проверим. Спортовать проект Дау должен был именно в столице Германии. Хржановский планировал заново отстроить стену, разделяющую город, расписать ее руками важнейших художников планеты, а потом разрушить. Власти города взвесили все риски и не пустили проект. Конечно, я расстроен. Я не понимаю, почему берлинские власти запретили этому проекту реализовать себя. Но точно так же, как я сочувствую Берлину, я рад за Париж. Берлин потерял Дау, потому что мэр Берлина считал, что не готов брать на себя такой риск. Я признаюсь в любви мэру Парижа за то, что она взяла на себя этот риск. Она получила эту премьеру для горожан и для туристов со всего мира. Это хорошо для нее и для города. Можно задаваться вопросом, почему это происходит с одобрения французских властей. Но, знаете, это ведь не полное одобрение. Илья же хотел построить мост между двумя театрами. Когда мы впервые встречались с ним, он показывал проекты. Это выглядело грандиозно, как новый памятник. А потом оказалось, что этого не будет. Следующая идея — подземный тоннель с поездом. Мы тоже говорили, вау, круглосуточная подземная переправа. А потом и этого не случилось. И вот мы просто переходим улицу, как прежде. Так что дау действительно был поддержан серьезными институциями в Париже, но в итоге мы имеем неоднозначный результат. Именно об этом вторая волна публикаций в западной прессе. 24 января, в день официального старта дау, оба театра оставались закрытыми. Внутрь пускали только друзей, остальных отправляли на более чем скромную выставку в музей Помпиду. Первое — мы получили театры, и они в те даты, которые рассчитывали. Вторая история связана с тем, что мы получили их не в том состоянии, на которое мы рассчитывали. Идет ремонт. Очень многое приходится, то, что называется, резать по-живому. Никто просто не знал, что именно они должны увидеть. Каждый ориентировался на свои представления и фантазии о проекте. И, конечно, они были разочарованы. Я писал о том, что не понимаю эту визовую систему. Ты должен подать заявку, ответить на очень личные вопросы. В этом было какое-то очарование от тоталитарной системы. Если ты относишься к этому всерьез, ты можешь разочароваться. Потому что непонятно, насколько всерьез относятся к тебе. Действительно ли тебя пустят в эту вселенную? Действительно ли ты будешь жить там 24 часа? Или тебя не воспринимают всерьез, а ты уже открылся? Вопрос, который мы задавали, что первично в проекте Дау, фильмы, инсталляции, жизнь в театрах между фильмами мы не понимали. Что такое открытие? Да, мы все привыкли, что мы на открытие, мы снимаем грязную рабочую одежду, одеваем белые рубашки, выходим и, как говорится, довольны еще с женами. А этот же проект, он уже развивается. Точно так же, как институт, он развивался постепенно. Чтоб это было живое, это должно постоянно развиваться. Меня всегда мучает, почему на выставках картины вешают. Один раз повесили, и выставка идет две недели или месяц. Да, в музее. Вот и висят эти картины. Но я хочу еще раз прийти и чему-то опять удивиться. Нам говорили, что в зависимости от наших ответов на вопросы визового центра, для нас будет составлен специальный план погружения в Дау. Выставки, последовательность и выбор фильмов, каждому свое. Но потом мы увидели, что это не так. А вот как. На входе каждый действительно должен сдать телефон, но обмануть охранника легко. Соцсети полнились селфи с восковыми фигурами. Все эти куклы — участники проекта, жители института. Они вместе с вами смотрят кино и перформансы в главном зале, переоборудованном под амфитеатр. Пьют русский квас и водку за столиками. Пугают в темных закоулках. Поднимайтесь выше, там уже живые советские люди. А вы здесь работаете? Работаю. Вот журнал очень интересный. Центральный комитет постановил созвать 5 октября 1952 года очередной 19-й съезд БКП. Пожилые женщины разглядывают газеты, играют в карты и шахматы. Это та самая инсталляция. Дау на диванах можно встретить шаманов. Они тоже участвовали в съемках. Видимо, все-таки Ландау увлекался какими-то потусторонними шаманскими понятиями, философией. Четкой, конечно, режиссуры не было. Они просили сделать обряд, допустим, с Теодором. Они отдельно заходили. И шаман проводит, как это он делает у себя на Алтае. Часть предметов привезли из Харьковского института. Разбавлен быт произведениями искусства. Вот, например, знамя Курехина Джону Кейджу. Авторство Сергея Африки Бугаева. Инсталляции, построенных на образах советских коммуналок, мы видели немало, даже во французской столице. Один проект Ильи Кабакова, человек, который улетел в космос из своей комнаты, чего стоит. Но кое-что в проекте Дау действительно поражает. Один атрибут. На окнах нет занавесок. И то есть, да, вот мы видим шахматы, книги, пыль, советская посуда. Но за окном Париж. Очень многие вещи на контрастах. Если я сейчас занавешу эти окошки занавесочками, я буду просто тюкать какой-то интерьерчик. Да, ну типа вот коммуналку, познакомьтесь с коммуналкой. Но именно в том, что за оконами, рядом с этим шифонером, привезенным из Харькова, находится Эйфелево башня. И они еще находятся во внутреннем диалоге. Мне кажется, это прекрасно. Внизу работает бар. Возможно, самый дешевый парижский бар этой зимы. Все напитки по евро, вся еда по два. В меню винегрет, оливье, тушенка, сало, соленье. Вечерами театр больше похож на клуб. Французская богема, щедро разбавленная русскими туристами, ест и пьет. Некоторые забирают салаты с собой в кинозалы, другие несут алкоголь в себе. Из-за этого сеансы невиданного авторского экспериментального кино порой превращаются в разброты шатания. Пьяные люди смеются при виде голых тел, говорят вслух, покидают зал, снова заходят. Театр Де Ля Виль – великое место. И никогда прежде сцена не выглядела таким образом. И мне очень нравится, как это выглядит сейчас. Этот амфитеатр. Все меняется. Де Ля Виль становится более демократичным. Мне это нравится. Мне нравится Дау. Это вселенная. Ты оставляешь реальность и попадаешь в мир грез. Это революция в театральном движении. Здесь нет актеров, сценария, пьесы. Здесь есть опыт, который вам предстоит прожить. Вы встретите ученых, шаманов, философов, танцоров, музыкантов. Все кроме театра. Но именно так и выглядит театр будущего. В театре Шатле, который открылся еще через неделю, тоже как будто делают упор не на кино, а на общем времяпрепровождении. Секс-бар, инсталляции с койками, полосатыми матрасами и очень много серебряных кабинок. Это своего рода исповедальни. После просмотра зрители могут зайти и поговорить с психологом, священником или раввином. Суть этих вопросов в том, чтобы погрузить тебя в прошлое и выводить из твоих воспоминаний запахи, ощущения. Я даже напела свою любимую песню того периода. Я правильно понимаю, что сейчас вы интервьюер, а не я? Да. Держите. А, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый пожаловат. Вы вспомните в детстве, как была ваша комната, например? Почему бы не пойти стандартным путем? Шестичасовой фильм вполне может быть показан на фестивале в кинотеатре. Это могло бы быть лучше для самого фильма. Как этот фильм сработал бы при телевизионном показе или на каком-нибудь Нетфликсе? Не знаю. Но сейчас кажется, что из-за участия в проекте огромного количества художников Илья решил сделать что-то огромное. Но может это не было правильным решением? Для меня это развитие, продолжение идеи фабрики «Анди Орхо» и «Серебряный дак», где слияние жизни и искусства, где искусство растворяется в жизни. Здесь я рассматриваю это как следующую ступень, достаточно мощное, и здесь, конечно, поражает масштаб задействованности. Это то, чего даже «Анди Орхо» не снилось, потому что если у «Анди Орхо» это была просто фабрика, то здесь это уже мегаиндустрия какая-то. Конечно, это риск, конечно, это пугает, это что-то неизвестное, но это возбуждает, и это красиво, это незабываемо. А что же сам Илья? Его легко можно встретить в этих временных владениях, но подойти и поговорить практически невозможно. Он все время сверяется с ежедневником, говорит по телефону, как будто все еще руководит экспериментом в ручном режиме. Он не дает интервью, мы пытались многократно, очевидно, предпочитает, чтобы о нем говорили другие. И его можно понять, пока другие говорят так. Мне кажется, он все. И режиссер, и психолог, и... Да, и гений. Он гений на самом деле, он создал это все. Вам здесь нравится? Ну вот. Он, конечно, не просто кинорежиссер, он человек, который придумал Дау. Он тот, кто двигал этот проект, объединил людей, заставил их жить общей целью. И они делали это, они полюбили это. Он харизматик, он умеет убеждать. Есть такое слово во французском «демиурж». Да-да, по-русски оно звучит похоже. Такой создатель мира, богоподобный архитектор. В греческой мифологии некоторые боги были злыми. Они создавали миры, но они были злодеями. Но я не говорю, что Илья – злодей. Это было бы несправедливо. Не будет печально, если люди запомнят из статьи только это, только часть, связанную с насилием. Питер Гринвей как-то сказал, что в истории кино было всего три великих режиссера. Гриффит создал киноязык, Эйзенштейн довел его до совершенства, Гадар выдернул наизнанку. Кто бы мог подумать, что четвертым в этот список попросится молодой, московский, в общем-то, мажор, у которого в биографии на момент стука в вечность был всего один полнометражный фильм. Ключевой вопрос теперь, конечно, достучался ли. Но тут вечности, видимо, и разбираться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok